Борис Квотчак, возможность, играет в четвертом матче. Вот так вот выводим мы шайбу из зоны защиты. Что здесь получится? Герман Рубцов не стал угрожать воротам. Дождался подхода основных сил Егора Зайцев. Бросает по воротам на месте Корне. Эту шайбу очень тяжело было поймать галкиперу. Продолжается позиционная атака россиян Рубцов. Вот я обратил внимание, что Кирилл Ураков вновь повелся на льду с Рубцовым. И смотри, Рубцов счет в матче открывает. 1-0 мы повели. Ну, тут, конечно, повезло. В том плане, что рикошет и шайба залетает все-таки в ворота. Но мы хороший отрезок провели. Сначала вывели шайбу из зоны, то есть атаковали канадцы. Рубцов его туда втащил. Кстати, не стал атаковать. Первым темпом развернулся. Там попасовали, побросали. Все подборы были за нашими игроками. И все это закончилось. Вот посмотрите, Рубцов бросает низом, попадает в ногу защитнику канадской команды. И шайба залетает в ворота. Кстати говоря, по-моему, у шайбы попало в ногу. Да, Логану Стэнли. Человеку, ну, что ни на есть, инхэловской фамилии. Пять раз мы играли в меньшинстве в первом матче. Одну шайбу пропустили. Трижды в меньшинстве мы играли во второй игре. Во втором матче сборная западной хоккейной лиги в большинстве россиянам забросить не смогла. Посмотрим, к чему приведет первая попытка в большинстве сборной Антарио. Опасный момент 1 на 1 Маклеут. Ну и как слишком просто. Даже ничего особо канадцы-то и не разыграли. Там тот Маклеут сделал передачу под ворота. Там потом ошибка, потеря шайбы. И вот там Толи Сухачев неудачно клюшкой сыграл. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, выигранное в чистую бросование. Канадцы шайбу контролируют. Здесь вот сейчас будет и перевод такой хороший. Как раз вот Маклеут с шайбой. А, нет, это не Маклеут. Это Карл. Да, да. И вот, посмотрите, передача по Типпета, да. И вот Типпет хотел вообще на дальнюю сделать передачу. И у него шайба немножко киксанула. Мы видим, и Сухачев сыграл клюшкой, а Маклеут оказывает. В КХЛ поехали играть в высшую хоккейную лигу. И вот три представителя на этой серии. Крикуненко и Юртайкин, которые сегодня не включены в состав. Ну и, собственно, Денис Алексеев. 4-10 до перерыва. Россия-Онтарио 1-1. А вот сейчас мы выходим вперед. Герман Рубцов делает дубль. Фантастическим образом складывается для нашего форварда эта встреча. Ну, здесь он просто красавец. Однако, скажем сначала и про партнеров, которые закрыли зону, сделали передачу за ворота и нашли Рубцова. Но Рубцов открылся. И как он с вратарем разобрался? Ну, просто классно. Смотрите, как вообще развивалась наша атака. Началась она с броска. Потом продолжился заброс за ворота от Костина. И вот здесь идет уже передача на Рубцова от Павла Корнаухова. Да, именно Корнаухов делал вот эту последнюю передачу. И Рубцов как качнул сначала. Показал, что вот-вот я уже близко к нашей удержке. И даже момент создают поопаснее. Это передача на Беляева 3-1. Пожалуйста, Дмитрий Соколов. А вот и темп, а. Пошли теперь уже мы активно. Шайбу отвоевали. Передача на пятачок. И, по-моему, вообще никто ничего не успел понять, как все быстро произошло. Ну, и забивает Дмитрий Соколов. Как раз тот игрок, у которого я говорил в прошлом сезоне, там минус 50. Смотрим, что здесь. Пошли наши игроки активно. Канадский защитник ошибается. Передача к шайбе первым подъезжает Беляев на пятачок. Скидывает. И, пожалуйста, счет становится 3-1. Ну, конечно, вот эта вот передача от канадского игрока. 8-12 до конца основного времени. Ровно минута у сборной Онтариума. Игру в формате 5 на 3. Тибет. Расставились. Начали разыгрыш. Тибет. Кроссов не получился. Посмотри, да, опять у него не получается действие, да. Первый раз передача Нюхов сейчас не бросит. И 2. Это все равно голом не закончилось. Тибет. Добивание. Гол. Машери. 3-2. Реализовано удаление только одного хоккеиста. Да, Артем Чмойка все еще будет находиться в штрафном боксе. Ну, здесь что сказать. Вот, говоришь, у Тибета бросок не получился. У него и второй-то был не лучше. Мимбород он махнул. Так, смотрим здесь. Это до этого было. Там не забили. Кстати, Сухачев потерял клюшку, что тоже, наверное, ему не помогло однозначно. Ну, вот ему защитник передал. Смотрите, бросок Тибета. И вот, вот это передача клюшки от Сергачева своему голкиперу. И Маширин забивает. А как ему? Ну, вот, Сергачев здесь явно не хватило клюшки. Так бы встык поставил. И, ну, попробуй брось, да. Заблокировал бы. Ну, не повезло. Гиванин смеет. На скорость сезона вошел против него дрона. Друзья, она включается. Бросок от синей линии даем добавить. Даем добавить 3-3. Вот обидно. Я только хотел сказать, что сейчас в нашей сборной вот канадцы то, что они создадут, никто не сомневается. Создадут и ладно. А вот самим бы не привести. И ведь какая ситуация. Мы отобрали шайбу, все было спокойно и не вывели ее из зоны. Вот это уже в концовках момента, да, здесь еще отборолись. Защитник абсолютно один остался. Бросил Сухачев. Первым броском справился. А вот на добивании первым оказался Адам Мэйш. Мэйш. Сирелли. Сирелли. А, Сирелли? Угу. Энтони Сирелли, 22-й номер. Вот здесь вот он опередил Германа Рубцова. Раньше, раньше клюшку он на лед поставил. Ну и сравнял цифры на табло. Да, вот проиграли наши ребята борьбу на борту. Шайба в результате досталась защитнику. Много пространства у него было, много времени для того, чтобы нанести хороший, плотный бросок. Ну и уже на отскоке проворнее всех оказался 22-й номер сборной Антарио. Мы идем в атаку. И момент создаем. Гоул! Забрасывает Кирилл Ураков. Вот так вот. А? Вот это называется ответ. А что там канадцы? Два, вторую пропустили, третью пропустили, пытались штурмовать. И ничего у них практически не получилось. Ну я имею в виду сразу. А здесь, посмотрите, поборолись. Началось все с того, что квартально шайбу в зоне сохранил. Далее уже делал за Волковым. Тот поехал на пятачок, выскочил. И первым на добивании оказался Кирилл Ураков. И снова Россия не выходит вперед. Очень быстро отыгрались. И вот теперь, как канадцы будут действовать, это уже вопрос хороший. Потому что я лично думал, что ну вот они две забили. Все, психологическое преимущество уже за ними. Ну сейчас, конечно, бросить сложнее, когда у Сиркачева клюшка в руках. Полторы минуты до конца. Волков. Так, Абьянка, дави, ошибется. А то тут подержать. Главное, Волково туда глубоко не идти вторым. Чтоб не отрежется. Квартального уронили. Ну вот пусть один там и держит. У него прекрасность получается. И вот, пожалуйста, забивай, забивай ураков. Бог ты мой. Казалось, да, уже все. Квартального не выключился. Молодец какой. Ну красавцы, тянули. Он понимал, что, скорее всего, силы броска ему не хватит. И он за ворот закинул. Вот здесь, как мы забили. Вот здесь, да. Вот сразу два игрока на линии огня оказались. Там и Маклеут флассировался. Там и Маклеут флассировался. Там и Маклеут флассировался.